Всем привет, с вами Дмитрий Калинин. Любите ли вы книгу так, как люблю её я? С электронными книгами я познакомился довольно давно. Ещё в 2009 году, собравшись на отдых к морю, я взял с собой не привычную книгу, а электронную, в тот момент только что купленную мной, Pocketbook 301+, которым я пользуюсь, кстати, до сих пор. Помнится, что тогда я выбирал между Sony и Pocketbook и остановился именно на последнем из-за того, что японская книжка была очень ограничена функционально. Спустя пару лет одной электронной книжки на семью стало не хватать, и я купил Pocketbook Basic 613, который я до сих пор считаю лучшей электронной книгой на e-ink чернилах. Я пользуюсь планшетом для чтения цветных журналов, но долго я читать не могу, особенно в темноте, уж очень быстро устают глаза. Поэтому я всегда мечтал почитать журналы в цвете на экране с e-ink чернилами, от которых, как известно, не портится зрение и не устают глаза. И компания Pocketbook попробовала осуществить мою мечту, выпустив на рынок первую электронную книгу с цветными e-ink чернилами, которая называется Pocketbook Color Luxe. Об этой электронной книге я вам и расскажу сегодня. Поехали! Читалка Color Luxe выполнена в обычном прямоугольном дизайне, с широкими рамками и небольшим утолщением справа, которое понадобилось для размещения разъема для наушников и батарейки. Задняя панель выполнена из софт-тач пластика, очень приятного на ощупь, но который заляпывается пальцами буквально за пару минут. Спереди обычный матовый пластик. Справа расположены кнопки «Вперед», «Назад», «Домой» и «Меню». Эти кнопки не сенсорные, нужно прилагать усилие и продавливать пластик. На правом торце расположена заглушка, под которой скрываются разъемы microUSB и слот для карты памяти microSD. Мне очень понравилось, что из любого положения заглушка автоматически защелкивается и всегда встает на свое место. Классно бы, если бы такой способ переняли производители смартфонов. Мне кажется, что тут не обошлось без небольшого магнита. Вот вы видите металлическую вставку. Уж очень четко и всегда все срабатывает. Сверху расположена кнопка питания. Она очень маленькая и неудобная. Своими большими пальцами я не всегда с первого раза могу нажать ее. И если ридер зависнет, то очень неудобно и больно приходится держать эту кнопку несколько секунд для перезагрузки девайса. Очень интересная фича. Над экраном расположен сенсорный регулятор яркости подсветки дисплея. Посмотрите, как это прикольно работает. А теперь поговорим о самом главном – о дисплее. В пакетбук ColorLux используется 8-дюймовый цветной E-Ink дисплей 3 тонн 2-го поколения. Разрешением 800 на 600 точек. Я уже давно избалован лучшими дисплеями от HTC и Nexus с плотностью пикселей за 300 ppi. Здесь же плотность пикселей составляет 125 ppi. И очень отчетливо видно зерно на экране. Я даже сначала подумал, что дисплей бракованный и пошел в магазин, чтобы посмотреть другую книгу. Увы, чудо не произошло. Дисплей очень размытый, буквы нечеткие. Без подсветки можно читать разве что на ярком солнце, так как контрастность здесь просто ужасная. 10 к 1. Обратите внимание, подложка здесь темно-серая, а не белая, как на обычной книге. Насыщенность цветов оставляет желать лучшего, хотя производитель заявляет, что экран поддерживает 4096 цветов. Без включенной подсветки читать даже в светлом помещении довольно некомфортно. С включенной подсветкой картина совершенно меняется. В Pocketbook ColorLux используется 20 светодиодов. Давайте я вам попробую показать их. Вот их отлично видно внизу. Подсветка ровная, приятная, такая матовая. Диапазон подсветки очень широкий. Пару слов про имкосной тачскрин. После реактивных смартфонов HTC и девайсов Nexus нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к сенсорному экрану ColorLux. В первое время мне постоянно казалось, что все зависло и не работает. Все очень медленно и не всегда срабатывает с первого раза. Но уже на второй-третий день я привык к неспешливому ритму этой читалки и стал пользоваться более-менее нормально. Тачскрин реагирует как на нажатие, так и на жесты. Различает перелистывание, прокручивание и масштабирование. Ну а теперь давайте посмотрим технические характеристики. Как я уже говорил, ридер имеет сенсорный дисплей 8 дюймов с ЕИНГ-чернилами с разрешением 800 на 600 точек. С подсветкой, процессором 800 МГц и оперативной памятью 256 МБ. Внутренний накопитель 4 ГБ может быть расширен картами памяти microSD. Операционная система Linux. Читалка имеет Wi-Fi и microUSB. Читалки Pocketbook всегда славились тем, что читают огромное количество различных форматов. Ридер имеет литий-полимерную батарею на 3000 мАч, что хватает, вот в моем случае, хватило на 5 дней. Вес 300 грамм. Я скажу, что книга довольно тяжелая. И если очень долго держать ее одной рукой, то рано или поздно рука устает. Помимо простого чтения электронных книг, у Pocketbook ColorLux есть еще множество приложений. Аудио плеер, чтение новостей, рисовалка, встроенный браузер, который работает, кстати, не очень, калькулятор, несколько игр, часы, календарь, шахматы. Все это поможет скоротать время, например, в дороге. Также книжка позволяет создавать заметки, копировать текст, делать скриншоты и рисовать прямо на них. Давайте заглянем в настройки. Здесь есть регулировка подсветки, настройка персонализации, подключение к сети, установка даты и времени и языка. Также вы можете ввести свой аккаунт Pocketbook. Есть дополнительные настройки, информация об экономии батареи и об устройстве. Давайте посмотрим дополнительные настройки. В дополнительных настройках можно ввести профили различные пользователей, установить системные настройки. Также установить настройки текста, шрифта, ну и много чего другого. Также можно включить демо-режим. Хотел бы показать интересные приложения «Раскраска», которые очень понравятся вашим детям. Выбираете любую картинку и можете ее раскрашивать. Очень интересное и забавное приложение. Из софта можно отметить магазин книг Bookstore. Рейтинг сервисовых отметок для книг. Этакая социальная сеть для книжных фанатов. Все функции синхронизируются с аккаунтом Pocketbook, Pocketbook Sync. Долгое нажатие на кнопку «Домой» вызывает диспетчер задач. Еще лет 8 назад я высказывал свое мнение, что пора всем школьникам переходить на электронные книги, чтобы не таскать с собой тонны макулатуры. Достаточно загрузить в такую читалку все учебники, и вы получаете и алгебру, и русский язык, и литературу. Все в 300-граммовом девайсе. А теперь посмотрим, как выглядят цветные журналы на дисплее Pocketbook ColorLux. Я специально купил несколько журналов. Давайте посмотрим. Все журналы в формате PDF, поэтому они довольно долго грузятся. Это очень тяжелый формат. И, как вы видите, книга зависла. Вообще, я хочу сказать, что либо мне попался бракованный экземпляр, либо действительно программное обеспечение Pocketbook ColorLux еще довольно сырое, и книга очень часто виснет. Теперь необходимо делать перезагрузку. В заключение хочу сказать, что свое прямое предназначение – чтение цветных книг и журналов – ColorLux выполняет с трудом. Ужасная четкость, низкая контрастность и блеклые цвета не позволяют в полной мере наслаждаться чтением на этом девайсе. Если вы меня спросите, что же выбрать для чтения цветных журналов – Pocketbook ColorLux или Nexus 7 2013 года, я без раздумий посоветую брать Nexus, так как он и стоит дешевле, и качество изображения намного выше. Стоимость Pocketbook ColorLux сейчас в магазинах составляет от 9500 рублей до 9900 рублей. Стоимость планшета Nexus 7 сейчас от 9000 до 9500 рублей. В оправдании Pocketbook ColorLux хочется заметить, что это первый коммерческий продукт с цветными еинг-чернилами в мире, а, как известно, первый блинкомом. Я уверен, что компания Pocketbook решит проблемы с нечетким и неконтрастным дисплеем уже в следующей версии ридера, и я, наконец-то, смогу осуществить свою мечту и читать цветные журналы на электронной книге с еинг-чернилами. Если вам понравилось данное видео, не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и читайте меня в Твиттере. На этом всем спасибо за внимание. Пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok